Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Всем привет! По комментариям мы видим, что возрастает интерес к автомобилям, которые привезены из Европы. Сегодня мы вас решили порадовать еще одним обзором на европейский автомобиль, который пригоняет к нам. Итак, встречаем Renault Megane четвертого поколения. Что же так привлекает в этом автомобиле? Это цена, качество, размер кузова и объем двигателя. Дело в том, что у этого автомобиля проходные моторы, то есть таможенная пошлина вполне подъемная. Более того, самый популярный двигатель на Renault Megane 4 очень хорошо знаком поклонникам марки и СТО вот уже 10 лет. В общем, при всей своей новизне Renault Megane 4 является понятным автомобилем, хотя уровень комфорта и оснащения по сравнению с предшественником вырос в разы. Есть даже версия с гибридной силовой установкой тяговую батарею, которой можно подзаряжать от электросети. Renault Megane 4 выпускается с 2016 года. За 7 лет эксплуатации этот автомобиль у нас и в Европе проявил себя очень достойно. К нам попадают экземпляры с пробегом более 100 тысяч километров. А это значит, что все косяки были решены по гарантии. Мы собирали данные и в гарантийный период не было глобальных косяков у этого автомобиля типа разрушающихся трансмиссий и двигателей. В общем, Renault Megane 4 у первых владельцев в Европе показал себя очень достойным автомобилем. Пригон из Европы означает, что не всегда пробегу на одометре можно верить, потому что в очень многих случаях сказочным образом после пересечения границы пробег уменьшается. Реальный пробег можно вытянуть диагностическим сканером из блока АБС и ЭБУ. Тот пробег, который указан на одометре, зашит в блоке АБС. Так вот, ещё можно ориентироваться на пробег по данным европейской дилерской сети. Ориентируйтесь на последнее европейское ТО. Кузов Renault Megane прекрасно окрашен и оцинкован. На универсалах и хэтчбеках задняя дверь багажника практически целиком сделана из пластика. В общем, коррозия этому автомобилю очень долгая. не угрожает. Но двери багажника этих автомобилей при пробеге в 150 тысяч километров как будто провисают на петлях. Есть мнение, что пластиковая облицовка расширяется на жаре. Да и вообще, вот эта большая пластиковая деталь, она не супер жесткая и поэтому при закрытии может задевать бампер. Ну и естественно, появляются косметические дефекты. Добавим, что на некоторых машинах задняя дверь скрипит при езде по неровностям. Задняя дверь регулируется. Иногда достаточно просто подкрутить вот эти резиновые упоры. Если не помогает, то тогда надо ехать в мастерскую либо к дилеру. И еще. Иногда кнопка открытия багажника разваливается пополам и проваливается внутрь. Новая оригинальная такая кнопка стоит 30 долларов. На свежепригнанных Рено Меган из Европы может не работать омыватель заднего стекла. Дело в том, что засоряется клапан в трубках. Так вот, он засоряется из-за европейской омывающей жидкости, так как в некоторых ее видах есть осадок. Ну, в общем, чистка клапана решает эту проблему. В фарах Рено Меган 4 впечатляющие ходовые огни. Но при пробеге в 200 тысяч километров или после этого пробега эти огни начинают светить тусклее. То есть, белый свет сменяется на желтые. Либо же огни и вовсе перегорают. Что с этим делать? За освещение ходовых огней в каждой фаре отвечают три светодиода. Они светят в так называемые волноводы. Это трубки, которые распространяют свет почти как оптоволокно с прозрачной оболочкой. Собственно, именно волноводы и заложены в фары по линии вдоль капота и в то ли слезы, то ли клюшки, которые проникают в бампер. Так вот, модули ДХО в виде платы с тремя светодиодами и огромным радиатором продаются в Китае. Видимо, спрос на них есть, цена приемлемая, установка простая. Сняли бампер, сняли фару, перекрутили блок, собрали все обратно. Либо можно подобрать и купить подходящий светодиод. Здесь они двух типов, на 5 и на 10 вольт. Но просто так этот светодиод не выковарит, лучше обратиться в специализированную мастерскую. И, кстати, подгоревший диод может закоптить волновод, и поэтому его надо отшлифовать до осветления. На Рено Меган с бесключевым доступом иногда плохо работает этот самый бесключевой доступ, а плохо он работает, когда водительская ручка загрязнена. Если она чистая, то все работает нормально, поэтому либо протирайте ее, либо не сразу дергайте после касания. И, кстати, очень редко на Рено Меган перестают работать стеклоподъемники. Ни одна кнопка не работает, какую не нажимай. Рено Меган 4 оснащен довольно-таки мощной мультимедией R-Link. Здесь много полезных функций и удобных, кстати. GPS-навигация работает хорошо. Причем навигация здесь есть не только в самых дорогих комплектациях, таких как в нашем случае с вертикальным большим дисплеем, но и с дисплеем с горизонтальным поменьше. Умельцы уже нашли подход к ней. Уже и карты загружают, и камеры фотофиксации добавляют. Также Android Auto подключают и что-то меняют в прошивке. Например, можно изменить ограничение скорости с привычного европейского, то есть в городе 50 км в час, до нам более привычных 60 км в час. В первые годы выпуска эта мультимедиа с точки зрения ПО была глючная, но начиная с прошивки 9.0 она работает более стабильно. Панель приборов может стать жертвой скрутки пробега. В этом случае она будет автоматически сбрасывать суточный пробег, менять цвет и язык оформления. В общем, надо покупать б-ушную и менять, пришивать к автомобилю. Но панель должна быть не тронута с крутчиками пробега. Тогда это сработает. Ну а теперь про двигатели. 95% Рено Меган, которые к нам пригнали, оснащены вот этим двигателем. 1,5 ДЦ. Этот двигатель родом из 2000-х годов. У него чугунный блок цилиндров, и этот мотор прекрасен во всех отношениях он легко пройдет 500 тысяч километров. Есть версии системы AdBlue. Горловина для заправки этой жидкости находится под общим лючком возле горловины бака. Эту систему можно отшить, так как иногда бывают проблемы с ее баком и модулем. 1,5-литровый турбодизель под капотами Renault Megane 4 обычно беспокоит по мелочам. Следите за прокладкой термостата. Может понадобиться замена прогоревших трубок датчику давления перед сажевым фильтром и замена датчика температуры воздуха перед турбиной. Ошибки по расходомеру обычно говорят о том, что где-то во впускном тракте прохудились уплотнения между патрубками. Нередко рвется уплотнительное колечко между заслонкой и пластиковым патрубком. Эта заслонка, она же дроссель, находится напротив бачка с тормозной жидкостью. Здесь же клапан EGR не поверите, но он не сильно беспокоит владельцев Renault Megane 4. Его чистят только для собственного успокоения. А топливная система Siemens вдоль и поперек уже изучена. Умельцы восстанавливают форсунки путем разбора и чистки. А в ТНВД есть конусный фильтр металлический, чистка которого тоже позволяет избавиться от многих проблем с впрыском. Новоиспеченные владельцы Renault Megane 4 продолжают менять превентивно шатунные вкладыши. Дело в том, что случаев их проворота не замечено, но к пробегу в 200 тысяч километров они уже основательно изношены. Новые оригинальные вкладыши стоят 90 долларов, а вкладыши не оригинальные хорошего качества в 2-4 раза дешевле. Поэтому замена не особо дорогая. Можно просто снять поддон, поменять вкладыши, но потом очень важно закрутить шатунные винты с нужным усилием. Планы у нас немного поменялись, и мы чуть раньше оказались на станции технического обслуживания. И теперь продолжаем про двигатели. Итак, реже привозят Renault Megane с двигателями 1.6 DCI. Это более современный двигатель с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Едет бодрее, в обслуживании немного дороже. Но не можем упомянуть, что блоки алюминиевых этих двигателей трескаются. Причем трескаются не только на Megane, но и на более крупных. Мастер и Эспейт. Кстати, эти алюминиевые блоки цилиндров меняли по гарантии, но начали это делать только в 2019 году. Поэтому, если вам приглянулся Renault Megane 4, то обязательно найдите его историю обслуживания в Европе. Быть может, там был заменен по гарантии шортблок. И еще обозначение блока, который был заменен, то есть обновленного, усиленного, для моторов с одной турбины начинается E4-E4, а с битурбированной версии D4-D4. Главный признак треснувшего блока — это попадание антифриза в поддон. Трещина образуется по опоре второй коренной шейки коленвала. Еще при эксплуатации двигателя 1.6 DCI необходимо прислушиваться к шельсту цепи ГРМ, также быть готовым заменить лямбда зонды. А у битурбированной версии необходимо присматривать за охладителем EGR. Он трескается и неочищенный дизельный выхлоп попадает в салон. А бывает, что охладитель трескается так, что он пропускает антифриз наружу. Бывали случаи, что при долгой трассовой езде весь антифриз выливался и двигатель заклинивал с обрывом шатунов. Новый оригинальный охладитель стоит 350 долларов. С 2018 года на Renault Megane 4 устанавливали новый турбодизель объемом 1.7. Иногда он встречается под аббревиатурой 1.8 Blue DCI. В общем-то, никаких грехов за этим мотором пока не замечено. Этот двигатель является эволюцией 1.6 DCI. Ну а теперь о бензиновых двигателях для Renault Megane 4. Они сплошь даунсайдинговые и турбированные, устанавливались на Nissan под другим обозначением. Кидрокомпенсаторов у них нет. Основным бензиновым двигателем для Renault Megane 4 до рестайлинга был четырехцилиндровый объемом 1.2. Он хорошо себя зарекомендовал, выпускался с 2012 года, но у него были проблемы с натяжителем цепи ГРМ. Эти проблемы устранялись по гарантии. Ну и европейские межсервисные огромные интервалы по замене масла очень вызывают большой риск по залеганию поршневых колец. В общем, риск масложора очень велик. Другие рестайлинговые бензиновые Renault Megane 4 – это заряженная GT, а также высокофорсированная RS Trophy. Гоночная. Двигатели неплохие, не рассыпаются, но цепи ГРМ ходят примерно по 100 тысяч километров. Ну и вопрос с масложором остается открытым. После рестайлинга, прошедшего в 2020 году, появились новые базовые бензиновые двигатели объемом 1.0 и 1.3. Компания Renault делит их с компанией Nissan, а старшие еще устанавливали на Mercedes. У этих двигателей есть гидрокомпенсаторы и особых проблем, за ними пока замечено не было. Еще после рестайлинга появился подключаемый гибрид. В его силовой установке старый добрый H4M. Все механические трансмиссии на Renault Megane 4 надежные и неприхотливые, а все автоматические версии оснащены роботизированными трансмиссиями, которые все работают в паре с двухмассовыми маховиками, стоимость которых варьируется от 450 до 900 долларов. С одной 5-литровым турбодизелем устанавливали робот Getract с сухим сцеплением. Этот робот в классическом его понимании с сервоприводами вилок, включением передач и сцеплением. Этот робот еще устанавливали на третий Megane, а на четвертый Megane его уже начали устанавливать, вылечив все его детские болезни. Сцепление там ходит 250 тысяч километров, а стоит 1200 долларов. Кстати, здоровье трансмиссии можно определить диагностическим сканером и обязательно нужно следить за сальником левой полуоси, потому что из-за него может вытечь немало трансмиссионной жидкости. Кстати, на заправку идет 2 литра и подходит трансмиссионная жидкость для преселективных трансмиссий. Одна из шести и одна из семилитровые турбодизели, а также турбомотор объемом бензиновой 1.3 получили преселективные трансмиссии Getract с мокрыми многодисковыми сцеплениями. Этот агрегат уже давно используется. BMW его устанавливают на свои переднеприводные модели, а также на мини. В нем у него 7 ступеней. Если в этих трансмиссиях освежать масло каждые 50 тысяч километров, то и служить они будут долго. Надо обязательно залить самую последнюю прошивку. По сути, эта трансмиссия является аналогом DSG с мокрыми сцеплениями, то есть очень выносливая, и если не мучить ее работой на старом масле, то пройдет она 300 тысяч километров. Случаи, когда появлялись пинки, рывки при переключении передач и трансмиссия переставала выполнять адаптации, случаются в таком случае при старом масле при пробеге в 150 тысяч километров. В системе охлаждения Renault Megane 4 есть электронный термостат, который подключен к трубкам за бампером под левой фарой. Так вот, на автомобилях, которым 4-6 лет, этот термостат может выйти из строя, и тогда машина начнет жаловаться на неполадки в системе контроля токсичности. Выскакивает конкретная ошибка. Так вот, этого термостата на данный момент нет в продаже, поэтому лучше его поискать на разборках. Обязательно позвоните в «Автострок». При эксплуатации, а также перед покупкой Renault Megane 4 нужно обязательно обратить внимание на работу вентилятора охлаждения. Он не должен шуметь и он не должен люфтить. Частенько вентилятор, а именно его втулка, шумят даже при минимальной скорости, если крыльчатку просто толкнуть рукой. Случаев заклинивания вентилятора минимально. Так вот, новый вентилятор охлаждения оригинальный стоит $600, а неоригинал от поставщика на конвейер — $250. В системе кондиционирования у Megane 4 используется экологический фреон. Он очень дорогой, дозаправка может обойтись в $200. Его можно без труда поменять на общедоступный R134A. Перед тем, как необычный поменять на обычный, надо полностью выпустить вот этот необычный фреон. Подвеска у Renault Megane простая, а вот у версии RS всё своё оригинальное и спортивное. Так вот, в обычной версии Renault Megane 4-го поколения нижние рычаги подвески MacPherson стальные с приклёпанными шаровыми опорами. Цена оригинала негуманна — $500. Поэтому владельцы с удовольствием обновляют изношенные сайлентблоки на неоригинальные. Их цена там 20-30 долларов. Оригинальные стойки стабилизатора на данный момент отсутствуют в продаже, но есть не оригинал. Стоимость от 10 до 30 долларов. Втулки переднего стабилизатора отдельно от стабилизатора не продаются, но ходят очень долго — до 300 тысяч километров. Неоригинала пока не придумали. Ступичные подшипники являются частью ступиц, поэтому эта деталь стоит дорого — $400 за оригинал и $200 за неоригинал. В задние тормозные диски встроены ступичные подшипники и кольца ABS. По отдельности эти детали не продают. Даже неоригинальные производители, а все вместе по оригиналу стоит $300. Задняя подвеска Renault Megane 4 представляет из себя скручиваемую балку, которая крепится на двух сайлентблоках. Сайлентблоки спереди, в местах крепления балки к кузову. Пока этих сайлентблоков оригинальных в продаже нет. И добавим, что опциональный Renault Megane 4 оснащался полноуправляемым шасси. Дело в том, что там тоже такая же балка, но спереди прикручен сервопривод, который через две тяги как бы поворачивает кулаки задних колес. Это небольшое отклонение возможно благодаря податливости сайлентблоков поворотных задних кулаков. Ух, обычной версии этих сайлентблоков нет, они есть только у ForControl и в общем служит вся эта конструкция очень хорошо. Кстати, у незаряженных Renault Megane 4 с опцией ForControl амортизаторы обычные, то есть пассивные. Кстати, оригиналы тоже пока пропали из продажи, но заменители пока есть. Renault Megane 4 очень сбалансированная машина, которая вышла на новый уровень в плане отделки салона и оснащения. В общем, самые желанные экземпляры этой модели, естественно, с двигателем 1.5 DCI с механической КПП или самым плавным роботом. Эта машина дорогими проблемами не страдает. Она проста в ремонте и диагностике, поэтому-то эту машину пригоняют из Европы и покупают на всем постсоветском пространстве. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то обязательно нам нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».